Всем привет! На связи я Дмитрий и в сегодняшнем ролике мы обсудим вопрос подтверждения знания русского языка при подаче документов на РВП, ВНЖ и гражданство. Рассмотрим, какой именно экзамен нужно сдавать, рассмотрим, что позволит сэкономить вам как минимум тысяч 10 рублей и также рассмотрим альтернативные способы подтверждения знания русского языка помимо сдачи экзамена. Приступим! Всего есть три способа подтверждения знания русского языка. В этой связи мы говорим о подтверждении знания русского языка на получение РВП, ВНЖ и гражданство. В сегодняшнем ролике мы не будем рассматривать людей, кому подтверждать знание русского языка не нужно. Это лица, признанные носителем русского языка и так далее. Рассмотрим тех, кому его подтверждать нужно. Есть три способа подтверждения. Первый экзамен. Об экзамене мы поговорим чуть позже. И еще два способа. По диплому об образовании. Любой диплом об образовании, полученный на территории СССР, подходит. То есть в соответствии с законом, полученный в СССР до 1 сентября 1991 года. Касательно диплома государственного образца, уровень образования должен быть как минимум основное общее среднее образование. Если мы говорим о российских дипломах и аттестатах. Это аттестаты и дипломы, полученные после 1 сентября 1991 года на территории Российской Федерации. Дипломы, аттестаты и, естественно, государственного образца. Здесь мы говорим о лицах, которые успешно прошли государственную итоговую аттестацию. При этом нет требования к тому, чтобы диплом был выдан государственным учреждением. Как, например, такое есть при подаче документов на РВП по диплому. То есть дипломом, например, частного вуза вы можете подтвердить знание русского языка при подаче документов на РВП. Экзамен вам сдавать не нужно. Итак, первые два способа мы разобрали. По образованию. Советская либо российская. Здесь, в принципе, все просто. Переходим к экзамену. В плане экзамена здесь все интересно. Существует, по сути, 4 уровня сертификатов. Это тот уровень, который мигранты обычно сдают на патент. Это уровень, соответствующий получению РВП, ВНЖ и базовый уровень для подачи документов на гражданство. Хитрость заключается в том, что один сертификат является универсальным, другие три подходят, по сути, только для одной ступени. Соответственно, сертификат уровня патент подходит для патента. Сертификат уровня РВП подходит только для уровня РВП. Сертификат уровня гражданства подходит только для гражданства. Что позволит сэкономить? В принципе, логичный вариант получить сертификат уровня ВНЖ. Средняя его цена в районе 5500 рублей. Остальные сертификаты стоят примерно так же. Плюс-минус 500 рублей диапазон. Соответственно, даже если вы в ВНЖ не получаете, а подаете, например, документы на РВП, сразу после РВП подаете документы на гражданство, то вам также нет необходимости получать сертификат уровня РВП отдельно, отдельно гражданство. Вы можете получить сертификат уровня ВНЖ, снять с него копию, на подачу на РВП принести копию оригинал, копию у вас заберут, оригинал оставят. Соответственно, экзамен останется у вас на руках. Сдав экзамен уровня ВНЖ, вы экономите, во-первых, свое время, во-вторых, деньги. Уровня ВНЖ хватит для того, чтобы пройти все ступени, начиная от РВП, заканчивая гражданством. Итак, всего есть три способа подтверждения знания русского языка. Первый способ. Подтверждение по образованию, полученному до 1 сентября 1991 года на территории СССР. Все понятно. Второй способ. Подтверждение знания русского языка при помощи образования, полученного на территории РФ после 1 сентября 1991 года. Все логично. И третий уровень. Подтверждение его сертификатом о знании русского языка, основ истории России и законодательства РФ. Сертификаты три уровня. Есть сертификаты четырех уровней. Патент, РВП, ВНЖ, гражданство. Сдавать какой-либо экзамен, кроме вида нажительства, не имеет смысла, потому что он подходит для всего. Поэтому, если вы на что-либо подаете, задавайте сразу уровень ВНЖ. Сертификаты сейчас бессрочные и хватит надолго и на все уровни. Поэтому на сегодня, я думаю, мы заканчиваем. В принципе, разобрали эту тему вдоль и поперек. Посмотрели, какие есть варианты. Каких вариантов нет. И самый выгодный вариант я вам сказал. Выбор в любом случае остается за вами. Также напоминаю вам о том, что если у вас есть вопрос, требующий индивидуального разрешения, то вы всегда можете обратиться к нам. Мы оказываем миграционные услуги как в Москве, так и в Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Ссылки для связи с нами есть в описании этого ролика. На сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал. Пишите свое мнение в комментариях, был ли ролик вам полезным. И не забывайте делиться роликом со своими друзьями. Еще увидимся и до скорых встреч.